Подозрительных прочь, а родители школьников пропускают только по специальному разрешению. Задачи охранника Виталия Устинова хватает. А после инцидента в Пермской школе спрос с него еще больше. Ведь он отвечает за безопасность детей. Правда, один в школе не воин. Ну, естественно, один охранник для школы – это тяжело, очень тяжело. А вы один? Нет у вас сменщика никакого? Нет, я не точно имею сменщик. Вообще по школам, потому что такое здание большое, хотя бы двух охранников. Потому что где-то тоже, мы все люди, где-то надо умыться скорее. Теперь требования к безопасности наших детей стали еще выше. По новым правилам Виталию Устинову нужно как минимум два раза в день обходить школу. Только кто в это время будет на посту? Вопрос риторический. Сегодня специальная комиссия – это прокуратура. Полиция и МЧС проверяют, насколько школы готовы отразить опасность извне. Обращают внимание на все – наличие сигнализации, запасных выходов и даже систему оповещения. Такие массовые рейды начались по поручению прокуратуры Пермского края. С начала недели в Березниках проверили уже 10 школ. Но, как считает директор второй школы Ирина Давыдова, говорить на 100% о полной безопасности нельзя. Ведь в образовательную организацию прошли не посторонние люди, а прошли дети, которые учатся в этой образовательной организации. И они уже на территории школы совершили вот это правонарушение или преступление. Поэтому здесь очень сложно быть абсолютно однозначным, категоричным, что да, все сделано, все абсолютно от всего мы защищены. Под особый контроль попал каждый, кто работает с детьми. В конце января уже был прецедент, когда выяснилось, что охранник одной из школ был дважды судим. Теперь и этот вопрос на контроле у прокуратуры. В первую очередь безопасность учащихся возложена на директора и подконтрольных ему подчиненных, которые также должны помимо прочего делать обход школ, проверять запасные выходы и в целом контролировать ситуацию в школе. Пока комиссия обошла только половину школ города. А вот выявит ли серьезные нарушения, об этом станет известно только через две недели, когда закончатся проверки. Евгения Кокшарова, Екатерина Кравцова, Степан Некрасов. Новости на ТНТ.